Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики, уважаемые наши зрители. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатова». Хочу ответить на несколько вопросов, которые к нам пришли. Пожалуйста, всегда ставьте лайк, рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям, кто реально нуждается, и давайте вместе изменим мир к лучшему. Уважаемый сын народ Довлатов, я хочу предложить вам партнерство в бизнесе. У меня небольшой опыт. Добро пожаловать. Пишите на наш сайт UDI Holding, UDI.com. Зайдите, найдите нас и пишите, пожалуйста, приходите, покажите свое предложение. Если видим, что мы друг другу полезны, возможно, мы можем стать партнером. Но мы должны убедиться, что мы можем быть полезны друг другу. Вообще, каких людей я обычно стану партнерами? Если я вижу, что у вас есть опыт в том сфере, которую вы предлагаете, и если я вижу, что можно масштабировать то, что вы делаете, и третье, если больше 67%, у вас есть всегда повторные покупатели, повторные клиенты и так далее. И если это рынок растущий, то есть ваше направление, которое вы занимаетесь, оно должно быть растущий рынок. Потом есть еще немного параметров, но 4-5, которые я сейчас говорил, они являются самым необходимым для начала этапа. И самое важное, вы должны быть бизнесмен, у вас должно быть бизнес-мышление, и вы должны быть готовы к партнерству. Потому что много людей хотят быть партнерами, но они не готовы к партнерству. Партнерство – это ответственность, партнерство – это ограничить вашу свободу, партнерство – это когда мы берем друг другу обязательства, их надо выполнять, иначе по-другому не пойдет. Здравствуйте, наставник. Я работал в сфере такси. Хочу продолжить работу в этой сфере. Еще вложил время на электромонтажные работы. Посоветуйте, где лучше продолжать работу, чтобы продвигаться красиво. Что ответа? Я рад, что вы есть. Спасибо, я не знал, как красиво где, в электромонтаже, строительстве, или там на такси красиво. Но я бы рекомендовал вам, где вы можете быть успешным. А где красиво, я не знаю. Может быть, там на стройке не всегда красиво, грязно и так далее. Но я не знаю, какой доход вам вы получите. А в такси не знаю, какой доход вы получите. Если чистенько ходить, красиво одеты ходить, это такси, скорее всего. Но я не знал, какой доход дает, как электромонтаж. Но я знаю одну важную вещь, что если вы электромонтаж пойдете, быстрее у вас появится свой бизнес. Вы можете научиться его делать. Потом постепенно, постепенно открывать свою компанию по весь инженерия. Постепенно электромонтаж, вентиляция и так далее, и так далее. Это было бы круто. Это было бы лучше. Хотя можете пойти в такси, но я не видел ни одного таксиста-миллионера. А людей, которые держат компанию, которая занимается инженерией, их много богатых. Так что идите учитесь. Если вы хотите стать успешным, идите учитесь в инженерии полностью. Не только как электромонтаж делать. Учитесь все. Там и сантехника, и вентиляция, и электромонтаж. Все учитесь. Тогда у вас будет успех обязательно. Но если вы хотите красиво, тогда идите, водите в машину. Возможно, там красиво. Возможно. Пока не знаю. Вот так мой совет. Я бы и так делал. Здравствуйте, Санура Довлатов. Не знаю, смогу ли услышать ответ на мой вопрос от вас, но все же решил написать. Спасибо. Хорошо, что написали. Видите? Я начал себя в бизнесе и работаю с отцом. Товарный бизнес. Мы вышли на оптом и работаем с клиентами в долг. Дело в том, что это меня беспокоит. Мы даем в долг товар клиенту, он каждый день понемногу закрывает его. Но не успев его закрыть, даже наполовину просто еще какой-то товар в долг. Я говорил отцу, что это неправильно, но он меня не слушает. Это круг за кругом. Я думал, я пришел к тому, что долги надо контролировать, а то так можно разориться. У меня была такая идея. Мы даем в долг товары, но клиент должен закрыть долг до того времени, как мы пойдем на закупку товаров снова. Мы закупаем каждый месяц или два раза в месяц. И после того, как привезем товар, снова даем в долг. Так мы хотя бы контролируем долги. Как вы думаете, как нам лучше это устроить, чтобы не терять клиентов и не давая конкурентам их захватить большую долю рынка? Спасибо за ответ. Правильно говоришь, дорогой. В дальний момент многие, если вы оптом продаете, многие дают в долг, это большая проблема. Поэтому ты долг не давай, ты давай, например, под реализацию не давай, давай под консигнацию. То есть на две недели, на пять дней, на десять дней и так далее. Вот так давай. Если хочешь товар, отдаду. Если ты вынужден давать, так, четыре важные вещи делите, все будет хорошо. Первое, делайте так. Под реализацию вообще не давайте, дайте просто консигнацию. Это под консигнацию можно отдавать на две недели, на десять дней, на неделю и так далее. Чтобы у вас был конкретно ограниченный срок, чтобы управлять эти долги. Он заработал, не заработал, это его дело. Он должен, это же его бизнес. Выделить свой бизнес, он делит свой бизнес. Он должен оплатить вам. Это первый момент. Второй момент. На самые ходовые товары по Польше, где-то через месяц-два, на самые ходовые, сначала внедрите консигнацию, а потом на сами ходовые товары требуйте наличная оплата. То есть у вас ассортимент, если 20 видов, может быть из них 5 или 10 видов сами ходовые. На ходовые требуйте наличная оплата. Это всегда хорошо, потому что их все равно будут купить. На ходовые наличная оплата на средний продукт, консигнация, две недели и так далее. Потом это второй шаг делите. Третий шаг. Третий шаг. По Польше, где-то через несколько месяцев, через несколько, введите два цена. Если наличные покупают, одна цена, остальные товары, я имею в виду, остальные ассортименты. Потому что ходовой же он уже наличные покупают. Остальные ассортименты. Если наличные покупают, другая цена, а по консигнации бьет другая цена. Два разные цены. Тогда людям с ней выгодно наличные покупают. Еще через 2-3 месяца потом полностью закрывайте все, продавайте только наличными. Делайте в это 4 шага, у вас все будет хорошо. Люди уйдут, просит у вас долг и так далее. Со временем вы приучите свою аудиторию на наличные покупать, и дела пойдут у вас хорошо. Следующий вопрос. Как правильно построить бизнес, почти не имея никаких средств? Заранее спасибо. Если никаких средств нет, не знаю, какие-то нибудь знания есть или нет, кроме желания. Если средств нет, я рекомендую вам, идите работать сначала продавцом в каком-то сфере, где вы хотите открывать бизнес. И научитесь сначала продавать этот продукт, научитесь сначала клиентам общаться и в этом направлении. У вас должно появиться опыт и понимание, как это делается. Только тогда у вас появится шанс что-то делать. Потом начнете сначала работать продавцом. Немножко поймете клиента. Портфель продукта поймете. Потом работать в отделе закупы, чтобы понять поставщиков и логистику. А потом работать администратором. Вот так. Если у вас средств нет и знаний нет, вот последовательно соблюдайте эту мою формулу. А потом идите открыть свой бизнес, тогда для пойдет хорошо. Получается, что вы учитесь на чужие деньги, на чужой бизнес. Так проще же. Не вы платите за все ваши ошибки. Но если сейчас вы, не зная об этом, откройте бизнес, у вас будут море ошибки. И за все платить будут вы. Здравствуйте, уважаемые саймороды. Я очень долго ищу себя в жизни и никак не найду. И могу вам уверенно сказать, и дальше не найдете. Не надо себя искать, надо себя создавать. Себя искать не стоит. Себе надо создавать. Это самая важная формула. Много людей в этом мире пытаются себя искать. Искать себе не стоит. Вас уже давал. Аллах уже вам давал. Вот Бог уже вам давал все то, что вам надо. Не надо себе искать. Надо себе создавать. Занимался и сетевым маркетингом. Все время думаю, как мне подняться на ноги. Но все время как будто мне глаза застилают туман. И я никак не могу даже определиться, чем бы я смог заниматься в этой жизни. За что не возьмусь, наращивается в воров проблем. И неурядец тянет меня назад и вниз. Мне бы хватило даже 2000 долларов в месяц. Но то ли мне образования не хватает, то ли введение возможностей. Всю свою жизнь работал на кого-то рабочим. Такое впечатление, что жизнь проходит от ту единственной ниточку возможностей. Никак не нашупаю. Ведя на пенсию, пошел в такси. Проработал три года. И почти знаю этот бизнес изнутри. Я свободно работал бы в такси, но на своей машине. В парке я зарабатываю деньги в парку и заправке. Тогда хотя бы одну машину приобретайте и работайте. В такси же можно же это делать. Почему? Потому что в такси обычно машина дается последующим выкупом. Так? Такси же дает вам последующий выкуп этой машины. Остановится вашей. Начните так работать, накопите чуть-чуть деньги. Когда машина станет вашей, вы же стабильно каждый день же отдаете деньги за машину. Работал, отдал, работал, отдал, работал. По графику каждый день оплачиваете. Когда вы каждый день оплачиваете, у вас появляются привычки откладывания денег. Если вы берете, работаете в такси, у вас нет машины, вы работаете, машина с последующим выкупом. И соответственно работа, 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 каждый день отдавая, 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 вы потихонечку рассчитаете с машинем. Вы оплачиваете им ежедневно за таксопарк оплачиваете и параллельно накопленные деньги оплачиваете этому за машину. Машина остается вам. А потом, эта привычка продолжает еще поработать год, вы можете купить вторую машину, третью машину. Постепенно у вас появится своя таксопарк. Это займет у вас 3-5 лет. Но у вас появится таксопарк. Продолжайте, не останавливайтесь. Если в дальний момент этим занимаетесь, продолжайте. Не говорите, что я себе не нашел. Если вы сейчас в пенсии, если сейчас в пенсии, все эти годы вы себя искали зря. Почему? Себе искать не надо. Надо себе в каком-то области, в одном сфере, себе надо создавать, стать кем-то, кем ты можешь стать. Это очень важно. Здравствуйте, Адмирот Довлатов. Меня зовут Мирлан. Мне 19 лет. Не учился. Работаю в России на черной работе. Очень хотел бы открыть свой бизнес и больше не работать на зарплату. Чтобы вы мне посоветовали, благодарю за ответ. Дорогой мой Мирлан, если ты хочешь, чтобы свой бизнес иметь, надо открывать бизнес в той сфере, где ты хорошо понимаешь. Ты же не можешь открывать бизнес просто так. Лишь бы, чтобы иметь бизнес. Надо открывать доходный бизнес. Надо заниматься доходным бизнесом. А чтобы у тебя был доходный бизнес, значит тебе нужен профессионализм в этом сфере. Я не знаю, в какой сфере ты работаешь. У тебя вопрос не написано, где ты работаешь. Поэтому посмотри, в какой сфере ты понимаешь, в какой сфере ты хорошо обучен и так далее. В этой сфере открывай бизнес, а если денег нет, как открывать, сначала работай продавцом в этой сфере, чтобы работать на комиссионе, потому что продавцом работать можно легко накопить и деньги, и опыт. Накопи себе деньги, накопи себе опыт, понимание того, что ты делаешь, а потом постепенно занимайся. Как начать работать с нуля? С нуля можно начать работать всегда, если ты начинаешь работать в сфере продажи. Потом в сфере логистика, закуп, потом в сфере, скажем, администрации и сервиса, когда это все тебе понятно, и так далее, параллельно ты накопишь себе немножко денег и открывай свой бизнес. Всегда можно начать с нуля. Почему? Всегда можно начать. Вы думаете, что когда я начинал, у меня были деньги, знания, богатства, нет, ничего не было, абсолютно ничего не было. Мне пришлось даже ниже нуля начать, я дважды банкротился и два раза в долгах, в проблемах, ниже нуля даже начинал, не то, что там нуля, ниже нуля начинали, ничего не было. Поэтому, когда мне говорят, что невозможно начать с нуля, я этому не верю. Вы можете всегда начать с нуля, но только много долги не берите. Не берите долги, старайтесь не попасть в долгах, последовательно, поочередно, поэтапно развивайтесь, все будет хорошо. Последовательно, не торопитесь, будьте торопиться, а вы попадаете в кучу проблем. Не торопитесь, пусть будет меньше, но без долгов. Потихонечку, потихонечку вы быстрее растете. Здравствуйте, Садмиро Раджабов, я из Туркменистана, раньше занимался производством и продажей мебели. В 2014 году из-за незнания попал в долговую яму со знакомым, отправил деньги 59 тысяч долларов в Россию, к Красноярск. Обратно в таверне получили, с этого все началось. В 2018 году переехал в Турцию, город Стамбуль, за это время работал и в данный момент могу производить качественные вязаные одежды. Мой патрон, то есть мой босс, предлагает отправить одежду за рубеж, Россия в Среднюю Азию. У меня не получается, все время боюсь, страх перед долгами, потому что еще многим должен возвращать деньги. Год уже не могу решить, как мне поступить. Пожалуйста, дайте мне совет. Я очень хочу решить эту проблему. Заранее благодарю вас за все. Брат мой, ты должен найти, смотри, сейчас благодаря интернету, ты можешь найти себе покупателя с этих стран, Средней Азии и так далее, где русскоязычных и так далее. Русскоговорящий, то есть. Ты можешь что делать? Ты фотографируй, сделай хорошую страничку, начни продвигать свою страну, научи. Научи современными инструментами, вот это, фотографировать, закладывать, инстаграм, продвигать и так далее. Эти вещи ничего не стоят, их можно быстро научить. Пара уроков или там, не знаю, неделя урока можно научить спокойно, как это инстаграмом, это все управлять и так далее. Научись вот это все и начни вот это все продвигая, продвигая, создать себе, найти себе определенные клиентуры и клиентов и так далее, оптовиков и так далее. И это один из способов. Второй способ, садись, посмотри по всех по интернету, обязательно найдешь, набери разные странички, найдешь тех людей, которые в Алма-Ате или в Ташкенте, или там, не знаю, в Москве или куда-то там. Они рекламируют по инстаграму свой продукт, который аналогично похожий твоего продукта. Выходи к ним на связь, предлагай свой продукт. Просто надо предлагать людям. Тебе надо выходить людям, предлагать свой продукт. Входи и предлагай свой продукт и так далее. Помни, что продажи это бизнес не убеждение, а бизнес статистика. Просто тупо, ни одному человек, не надо одному пригласили, если одному приглашаешь, он отказал, или двоим пригласили, он отказал, третьим приглашал, он отказал. Если они откажут, ты назначаешь тебе, у тебя продукт плохой или никому не нужен. Нет, просто надо продолжать. Продолжать один за других, один за других, один за других, подряд всем людям предлагать. И наступит момент, когда кто-то заинтересуется твоим продуктам. Обычно это всегда так. Может быть, с 10, 2, 3, 5 или начнете интересоваться. Но подряд, никому не давайте. Будьте давать, это станет проблема. Ловил проверенным клиентам давать, с ними маленькими партиями другое дело. Но обычно, которые вы не знаете, давать, это проблема. Здравствуйте, наставник. Как начинать бизнес? Хочу тысячи кошкар откармливать на мясо. Я без денег и долгие есть. Около 3 миллионов, 3 миллионов в тенге. Заранее спасибо. Можно, можно вот это тысячи кошкар, о которых ты говоришь, но только тебе нужно найти инвест-партнера. Сам один ты не справишься, если денег нет и так далее. Тебе никто не даст, чтобы это делать. Поэтому тебе нужно, чтобы это кошкары подкармливать, развивать и так далее. Тебе нужно будет хороший инвест-партнер. Бери какой-то-нибудь инвест-партнера. Сначала распиши все, все цифры, сколько надо на закупь этих, сколько надо на корм, на содержание, сколько месяц ты это будешь содержать, и потом на продажу и так далее. Это хорошая идея. Но ты в этом, если работал, ты можешь зарабатывать. А если ты в этом не работал, ты не можешь зарабатывать. Обычно много людей думают, что можно зарабатывать просто так. Захотел, пошел делать. Я с ним пастуха, я знаю, что это такое. У нас было селе стадо. Я знаю, как это за ними ухаживать, как это делать. Поэтому я прекрасно понимаю. Это живое существо. Если ты неправильно ухаживаешь, они вес не набирают, они умрут и так далее. Риски тоже есть. Поэтому тебе нужно как делать? В первую очередь, надо хорошо понимать порода. Какой порода быстро набирает вес. И второе, тебе нужен очень хороший зоотехник или врач, который рацион составляет. Грамотный рацион, чтобы набирали хороший вес и под контроль держать здоровье этих кучхаров и так далее. Это очень-очень-очень важно. Третье, хорошего мясника, который может тебе помогать, подсказывать, помогать тебе закуп делать. Не ты должен закуп делать, мясник должен закуп делать. Потому что они знают, они понимают. Если у тебя опыт есть, конечно, делай сам. Если у тебя опыт нет, пусть мясника попроси, чтобы он тебе помогал закуп делать. Потому что ты зарабатываешь там, когда ты закупаешь. Если ты правильно закупал, хорошая порода, здоровье, барани покупал, они вес набирают. Если ты покупал слабее, ненужнее, не то, это дело не пойдет. Например, ты пойдешь, откуда ты будешь заготавливать, вот это самое важное. Если ты пойдешь в базар и покупать, например, в базаре есть 200 баранов. Три из них хорошие. Ты бери вот только это три. Не надо сразу 50 взять. Бери вот это только три. Вот тогда у тебя ферма станет хорошая. Для откорма круто. И ты можешь хороших кучкарей откормить и продавать хорошие деньги. На это можно зарабатывать. И четвертая вещь, тебе нужно будет сбить. Рыник сбить надо знать. Самое главное, сбить надо иметь. И я бы тебе рекомендовал, сбить надо организовать в каком-то супермаркете, прямо как мясника открывать внутри супермаркета. То есть раньше мясники в базаре торговали, а свежими продуктами прямо окошко открывать, и там прямо в супермаркете. Какой-то супермаркете. Это дело пойдет очень хорошо. Если именно так будешь делать. Но не только, там, конечно, не только баранина, должно быть и говядина, и курина, и другие должны быть тоже, чтобы это продавать. И тогда у тебя дело хорошо пойдет. Асалам Алькас Альманут Раджабович, меня зовут Айнидин. Я родом из Таджикистана, живу с 2003 года в Алма-Ате. В 2020 году, то есть более 17 лет, я работал продавцом мужских костюмов. В 20-х годах я открыл бутик мужской одежды в не очень рентабельном районе. Товар заказывал из Турции напрямую. Более полтора года работал, но на ощутимый доход не вышел. За это время успел открыть в двух местах такой же бутик, но не пошло. Что бы мне посоветовали бы? Открыть бутик мужский костюм, так как у меня есть в этой сфере опыт. Первое. Второе. Действующий бутик мужской одежды привезти на более солидный район. Третье. Или посоветуйте, пожалуйста, ваш вариант. Немного запутался. Мы с женой смотрим ваши видео, читаем книги. Книга «Долгитая на глазах» очень помогает нам в данный момент. Очень хотим попасть к вам на семинар. Заранее благодарим вас за удаленное время и совет. Есть три важные вещи. Вот то, что вы говорите, что опыт есть в мужской одежде. Продолжайте. Продолжайте это делать. Не останавливайте. Продолжайте. Просто локация у вас была плохая и ассортимент. Я могу уверенно сказать, что три вещи у вас были плохой. Локация, ассортимент слабее и, возможно, у вас поставка непостоянная. Если вы будете локация хорошего выбрать, поставка каждую неделю обеспечит. Ассортимент. Просто подберите хороший ассортимент. Все, дело пойдет у вас очень хорошо. Просто подберите правильный ассортимент. Это очень большое значение. Портфель-продукт. Все-таки люди приходят, покупают, и у них остается продукция же. Поэтому соблюдайте на этих вещах. Ценовая политика, конечно, тоже очень-очень важна. Ценовая политика у вас должна быть выгодная цена для клиента. Выгодная цена, чтобы клиент почувствовал, что у него выгодная цена. Вот. Делайте вот эти вещи. Ищите хорошую локацию. То, что вы два места открыли, не пошло. Это локация была плохая. То, что вы здесь пишите, например, три варианта говорить. Открыть бутик мужской костюмов, так как у меня есть в этом сфере. Да, это продолжайте и в этом направлении заниматься. Второе, вы пишите, задавайте вопрос. Действующий бутик мужской одежды привезти на более солидный район. Не обязательно солидный район. Сама локация была хорошая. Если вы, я не знаю, где вы торгуете. Если вы работаете, торгуете в барахольке, соответственно, у вас средний, ниже средний класс в костюме. Солидные районы не берут такие вещи. Это другой сегмент. Поэтому вам надо, если для среднего класса работаете, вот барахолка очень удобно. И для района выбирайте, в который средний класс находится. То есть людям, которым по карману. То есть они хотят купить такие вещи. Поэтому, исходя из этого, ориентируйтесь по локациям. Это хороший бизнес, он пойдет. Не бросайте бизнес, продолжайте. Еще у вас получится. Спасибо вам, уважаемые наши слушатели. Рубрики. Пишите, пожалуйста, комментарии, что вы брали для себя. Что было для вас очень важно, очень ценно. Рекомендуйте своим знакомым. Теперь помните, помните мои советы, что от теории прийти к практике. Переходите к действию. Желаю вам успехов. Рекомендуйте знакомым, кто нуждается. Давайте вместе изменим этот мир к лучшему. До встречи.